А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 6 августа день Христины Бориса и Глеба назван в честь святой мученицы Христины. Когда ей минуло 11 лет, сказалась необыкновенная красота ее. И не было среди отраковиц, подобных ей по красоте. Она со слезами молила Богу, чтобы открыл он ей себя. Когда же она прибыла достаточно дней в молитве и посте, явился ей ангел Господин. Осенил ее крестным знамением, нарек невесту Христа, совершенно настал ее в богопознании и возвестил ей о подвигах страдания. В церкви почитается и память святых Бориса и Глеба. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным. Согласно церковному преданию, Святополка на такой поступок подвигнул сам дьявол. Он очень хотел править Руссию и потому задумал убить всех наследников. Борис и Глеб известны как первые русские святые, канонизированные в лики мучеников. Они известны как заступники Руси. В этот день начинались сильные грозы, потому в поле не работали. Продолжался активный сбор плодов и ягод. Так черемуху и смородину использовали против простуды, желудочных болезней. Черемуха способна улучшать свертываемость крови. Помимо варенья, ягоды сушили, чтобы в зимнее время пить из них компоты. Приметы. Ночи становились прохладнее. Какой будет погода сегодня, такой, скорее всего, она и будет всю вторую половину августа. Если чайки часто на воду садятся, дело к дождю идет. Я знаю, что от арбуза есть самец и самка. Не могли бы вы показать, как отличить их и в чем заключается разница? Вот это самец. Значит, вот она, сопка. Ага. У самочки она чуть больше. Чуть больше. Но не у всех арбузов, гибридов. А можно было бы принести вот эту вот самочку, для того, чтобы сравнить и показать? Такое, килограмм на 6. Говорят, что самки вкуснее. Или нет? Ну, может быть, в какой-то степени вкуснее. Вот Астрахани был, самочку берет. А этот, если он так сахарный, то он... Ага, вот сейчас покажите, я крупно возьму, чтобы вы показали. Нет, я тут на камеру как раз буду снимать. Так. В чем разница между самцом и самкой? И он на свет. Значит, вот это такой. А самка такая вот. То есть у нее, как это называется? Ну, попка будем говорить. Попка побольше не жалеет. Да, как у Генчины. Ага, ясно. Спускай 30 секунд. А потом мы сделаем как бы... А засолка пойдет, когда похолодает. Это где-то в сентябре, в середине, в конце. Желательно. Потому что он может просолиться, когда еще свежий будет. Резона нет. В чем суть-то, самое главное, что он... Когда просолится, когда же свежих нет. Ну, на воду. Так просаливаются недозрелые или какие? Не обязательно. Лишь бы не пустой. Лишь бы не пустой. Недозрелые-то раньше считалось, что его и в песке солят. Шар ложат арбузу. Раз он наводит ведро, соли там. Два сока на соли, наверное. И песком засыпают. И он лежит до моего места. В мае достаеха он целенький, круглый, не смялся. А вы такое делаете? Сейчас он на комбинате. Не, вот это вот. Не, вот это вот. За... Забыдали с этой работой? О! Вот он есть ярко-малиновый, а есть как бледноватый. А вкусовые и тот, и тот. О! Арбузы. Благодарю. Да, сахарный арбуз. Ну, при диабете он много не рекомендует. А у меня диабет, а я его ем все равно. О! О, благодарю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!